Один из мужчин задал мне такой вопрос, Андрей Андреевич, я не верю в то, чем вы занимаетесь, я считаю, что у человека нет опыта прошлых жизней, потому что не было прошлых жизней никаких, то есть обычно теософы, которые занимаются эзотерикой христианства, они обычно одна из идей такая, которая должна разрушить идеи индусов, а также идеи, вернее, индуизма, идеи буддизма, они звучат так, а ну-ка вспомни прошлую жизнь, не можешь, потому что ее не было, именно поэтому мы должны прожить эту жизнь, потом попадем в ад или в рай. Я хочу сказать, что нет, оказывается, это неправда, и почему? Дело в том, что опыт прошлых жизней сохраняется у человека, и он проявляется в виде характера. Когда ребенок рождается, у каждого из этих детей есть уже четко сформированный характер, один ребенок может кричать, другой ребенок может быть послушным, третий ребенок гладит мамочку, четвертый ребенок обожает покушать, третьего не запахнешь и так далее. То есть у каждого ребенка в момент рождения, в первые дни проявляется ярко характер. Я это утверждаю, как человек, который имеет пятеро детей. Конечно же, я могу на сто процентов сказать, что каждый ребенок рожден со своим характером, и уже с первых дней, с первых месяцов своей жизни проявлял этот характер. Разве это не является доказательством того, что человек перерождается, имея уже свой характер? А это является опытом прошлой жизни. Характер. Тогда вопрос, почему же мы ничего не помним? Ответ тоже есть. Дело в том, что давайте вспомним что-то, что было у нас в этой жизни. Буквально вчера я общался с одной женщиной, нечаянно, и говорю, ну как ваши дела? И она мне начала. Вот как сейчас помню, в 70-м году, когда я его влюбилась в него, он меня обманул, с детьми моими оставил, а я переехала в квартиру, а там была у меня тетка, эта тетка меня во всем обвиняла, обижала. Потом этот дядька начал ко мне приставать, я со временем родила от него ребенка. Моя жизнь всегда была такой тяжелой, то там работала, меня обвиняли, то там дети мои не могут устроиться, все очень плохо. Я ей говорю, у вас есть в памяти хоть что-то хорошее в жизни? Нет, Андрей Андреевич, в моей жизни было все только плохое. Ну а долги там и так далее, вам много делали плохого? Да. А вы что-нибудь делали, у вас совесть за что-то мучить? Ну да, есть там, конечно, я тоже была где-то неправа и так далее. Ну вот смотрите, если за одну жизнь человек имеет воспоминания, и эти воспоминания только негативные, то разве не является доказательством того, что Бог обожает людей, то, что Он им при перерождении стирает память. Почему? Ну вы представляете, я буду иметь память о всех плохих поступках или всех плохих моментах, которые у меня были в прошлой жизни, в позапрошлой жизни и так далее. Там Костя обижал, там Леночка обижала, там Петя обижал, там мальчики в школе обижали, там Эти обижали. Естественно, если я буду перерождаться, я буду сильным, возможно, более молодым, начну искать этих стариков, которые меня обижали в прошлой жизни, когда мне было 12, и начну их, как говорил один из президентов наших стран, мочить в сортирах. Ужас. Поэтому я не знаю, какая там у кого религия, моя религия заключается в том, что мы перерождаемся. Мне в свое время не нужно было обучаться. Дело в том, что я в очень раннем возрасте вспомнил свои прошлые жизни. И знания, мне повезло, в прошлых жизнях был религиозным фанатиком, и достаточно большое количество времени уделял как раз эзотерике, магии и так далее. Я могу сказать, что со временем, когда ко мне вернулась эта память, вернулись идеи, вернулись знания, я даже помню, кто-то меня обижал, это было и в немецкое время, там, и не в немецкое, и так далее. Я могу сказать, что жизнь была непростая, и каждая предыдущая жизнь, она была хуже, чем каждая следующая жизнь. То, чего не хватало в прошлой жизни, реализовалось в первой половине этой жизни. Чего обычно не хватает религиозному деятелю, ему не хватает интимных отношений. Это реализовалось в первой половине моей жизни, ну, в общем-то, сполна. Кстати, я сегодня скажу, как я отношусь к интимной жизни, это тоже был такой вопрос. Все-таки закончу. Может ли знание прошлых жизней дать человеку удовлетворение от того, что он живет в этой жизни? Ответ такой, нет. Потому что любые знания прошлых жизней включают у человека информационный голод, потому что постоянно чего-то недостаточно. Также я могу вам сказать, что все меняется наоборот. Если в прошлой жизни вы хорошо рисовали, то в этой жизни, для того, чтобы вы как бы как алмаз имели разные грани, у вас таланта к рисованию не будет, он будет полностью закрыт. Так вот, я хочу вам сказать, чем заниматься в жизни или как выбрать свой истинный путь. Если вы категорически ненавидели литературу, начните изучать литературу сейчас. В случае, если вы категорически не умеете рисовать, начните рисовать. У меня была женщина, я когда-то в Москве проводил семинары, это было 20 лет назад. Представляете, как давно я начал. Даже не 20, а 24 года. Они назывались соционикой. Я проводил их, насколько я помню, по-моему, станция метро Теплый Стан. А потом уже второй раз, это и третий вместе с Гулько. Это Юрий Лонга. Я проводил тогда с ним семинары эти. Ну, я как бы не с ним, а он продюсировал, а я там выступал. И мои семинары были посвящены социологии и соционике. И на одном из этих семинаров появилась эта идея, о которой я сейчас говорю. Это идея того, что заболевание можно убрать у человека, если он реализует задачи из прошлой жизни, которые заперты в нем. Ко мне подошла женщина и говорит, Андрей Андреевич, я хорошо живу, у меня муж, и у меня сейчас тяжелейшее заболевание. Нашли у меня кисту в моей груди, она опухолевидную форму имеет гистологические исследования, цитологические исследования. Говорят о том, что это онкал карцинома, и я, скорее всего, умру, потому что уже это все затянуто. Сейчас операцию мне собираются делать, Андрей Андреевич, что мне сделать? Женщина молодая. И ей тогда сказал слова такие, и хочу повторить, сейчас, секунду. Ей тогда сказал, скажите, что вы больше всего в жизни не умеете делать? И она мне тогда говорит, больше всего в жизни я не умею рисовать. Ей сказал, Ира ее, по-моему, звали, это та женщина, которая нарисовала эмблему Олимпийских игр в Сочи. По-моему, Ира ее зовут, она живет сейчас в Канаде. Прошло много-много лет, и 23 года она со мной связалась в ВКонтакте. Она написала, Андрей Андреевич, я вас узнала, когда вот нас было 5 девочек. Я была среди этих девочек, и вы со мной общались и сказали, что я избавлюсь навеки от своего заболевания, если я начну рисовать. И я начала спешно или очень быстро проходить всевозможные курсы, насколько это было возможно, по рисованию. На сегодняшний день за 23 года я стала известным художником, у меня очень хорошо получается рисовать даже портреты, хотя в самом начале это было очень тяжело и невозможно, по моему мнению, потому что я не могла даже красиво писать. То есть я могу, и я хочу вам сказать, что вы спасли меня от того заболевания, которым я болела, потому что спустя всего 2 или 3 месяца, когда мне начали проводить исследования, опухоль как бы сама по себе сошла. И когда я начала делать первые мазки или первые рисунки, там начала этим заниматься, отвлекалась, то в какой-то момент заметила, что меня грудь не беспокоит. Когда же я обратилась все-таки к врачу, оказалось, что у меня опухоль уменьшилась. Потом, когда сделали повторные исследования, то динамика заметно улучшилась и сказали, что можно не выполнять операцию, что достаточно пройти химиотерапию, от которой я не отказалась, и в дальнейшем с опухолью вопрос был решен. Ну, где-то такая история, она правдивая.